у нас начинается следующий день нашего путешествия мы проснулись после вчерашнего вообще просто пира званого ужина или обжиралова который нам устроили ребята во главе с аскаром сейчас едем вздек для того чтобы забрать нам сигналит они просто сейчас едем вздек для того чтобы забрать зап и каяк и надеемся что мы сможем это сделать сегодня вообще что он приехал что нам выдадут если нет то поедем без него то есть он у нас в план не входил ребята его делали долго и упорно но если пришел будет очень круто и тогда будет очень много фотографий будет очень много просто каких-то эмоций может поплавать в горных озерах и реках мне кажется вообще это кайфово вот и сегодня мы выезжаем на скуль в общем погнали ребят в общем идем сейчас надежда о том что сегодня офис дека работает в интернете разноречивая информация на одном канале написали что работает другом сайте что не работает хрен его короче знает думали что богданов а нет в общем грустный информация поздно очень отправили посылку и она придет только 4 октября 4 октября по плану мы уже отправим баню и будем где-то проедем памирский тракт будем уже узбекистане ориентировочно поэтому что поэтому блин мы едем без саба едем без каяка очень грустно потому что именно здесь мы хотели его использовать а сейчас он придет мне в ярославль зиму и просто будет всю зиму лежать ждать следующего сезона ладно это не повод огорчаться потому что у нас впереди будут и так шикарные виды и красоты окей будем без каяка будем так погнали а а а а а а а Музыка 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 Магазин так прохладно и такое ощущение, что, ну, как бы все, уже осень. Уходишь на улицу, а тут жаришка вообще. Влада так поправил, что он прикупил себе местную шапочку, чтобы антенна не гнулась во время связи с космосом. В общем, мы выехали на Иссыкуль в сопровождении вот такой машины. Я сейчас не про Копов, я сейчас про машину Аскара. И, в общем, сегодня едем в какое-то интересное ущелье, завтра будем в Караколе. Из Каракола завтра рвем на какие-то интересные источники, которые там очень круто оформлены. Все так природно, эстетично сделано. Говорят, места очень красивые. Поэтому ближайшие два дня у нас север Иссыкуля. Ну и дальше уже по нашим заповедным местам озера и водопады. Сейчас, в общем, едем на Иссыкуль. Погода очень хорошая. Не исключено, что застанем бархатный сезон и искупаемся не в Токтагульском водохранилище, а в Иссыкуле. Это будет очень круто, потому что там все-таки вода соленовата и напоминает немножко море. Ееееееееее! Мореееее! Ууууууу! а чуть превысили до страховки В общем, остановили из-за того, что у ребят на 80-ке не горела фара. По скорости мы ехали все нормально, а вот из-за фары нас остановили. Но все нормально. Сказали, что туристы едут и нас отпустили. Так и вот, ладно. А так, здесь перед Иссыкулем очень много автомобилей. Стоят с радарами, измеряют скорость. В общем, приехали сюда в фудзону. Сейчас покушаем и едем дальше. Порции в Азии очень большие. Та же стандартная порция выглядит примерно вот так. Если сравнить с Россией, то это примерно как две, а то есть как три порции. Ну и всякие вкусняки. Допустим, представьте, такие чизкейки. Такой чизкейк стоит 50 рублей. 70, там 20, булочка. То есть все очень дешево стоит. Ну, цены примерно как в России, где-то в глубинке. В общем, мы вот взяли примерно вот это все вот по еде. И по деньгам вышло 700 рублей. 7 соток рублей, друзья. Очень мало. Это чудо не горячо. Субтитры сделал DimaTorzok Берегусь и Куля построили вот такой вот ипподром, посвященный соревнованиям, которые здесь проходили. В рамках, как назывался? Всемирный Игры Кочевников. Именно здесь были заезды на лошадях. Скачки. Здесь проходят, да? Здесь проходят. Прикольно. Игры Кочевников. Прикольно. Игры Кочевников. Музыка Вот так вот едем мы и ветерок, смотрите, слева солнышко, справа и Сыкуль пасмурный и все, и Киргизия одним словом. Музыка 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 Они, конечно, подготовлены восьмидесятки по самой Небалусе. Но у нас стоковая двухсоточка, которая едет абсолютно так же. Ну, только мы притормаживаем на больших кочках и объезжаем большие камни. А в основном все то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Потому что здесь наверху дует, а там будет потише. Дима Торзок Дима Торзок Ты живой? Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Сantics У нас для хороших людей чё есть? Правильно. Всегда что-то есть. Вот от компании RedFox у нас какая штука. Померь? Конечно. Спасибо. Бока, да? Слушай, должна подойти, да. Есть ещё кепка. Ты носишь кепки? Конечно. Давайте вот, смотри, RedFox'овскую кепку тебе подать. О, спасибо большое. Слушай, просто у нас, мы уже всё раздали и остались вот М-ка только осталась. Вот так вот, хорошим людям, хорошую одежду от нашей российской компании. Тоже есть к вам подарок? Давай. Это ж как приятно, как это, как будто Новый год, знаешь, мы друг другу дарим подарки. Так, национальные сапочки, тёплые, из чистого войлока. Есть у вас? Да, я как руководитель хочу выбрать цвет. Пожалуйста, я взял разные, да. Слушай, ну вот, наверное, вот эта, либо беленькую. Посмотрите сам. Вот ты сам думаешь, какая лучше? Я думаю, вот эта будет оригинальная. Давай. Всё, вот эта пацана? Да. Ребята, вот. У кого, у вас есть, да? Вот ещё одна. Спасибо большое. Это прям национальная? Это национальная, да. А чем? Подержи, что-то. Она как бы, это ежедневная, ежедневная. Вот это относить, скажем, можно там на праздники, на что-то. А это просто ежедневно, чтобы в голове было тепло. Всё, кстати. У меня у одного шапочки нет. А что вы такое есть? Всё? Вот таких путешествий. Так, почище. Мясо есть, что ли? Вегетарианец. Палился. это возьмет с собой айран два-три посоха там все съел тучок и ему на весь день до хватает вот этот вот жир лошади да лошади да как типа сало брюшной жир очень вкусный вот будь жир это это арбуз а